дорогие друзья дорогие друзья добрый вечер и рад всех видеть михаил здравствуйте виктор здравствуйте дарья здравствуйте константин здравствуйте анатолий добрый вечер виктор здравствуйте всех вас рад видеть извините уже заговариваюсь ренат добрый вечер наталья добрый вечер анатолий нянцев ирина дворожанская добрый вечер здравствуйте василий здравствуйте марина александровна добрый вечер всем кто приходит добрый вечер надеюсь что у всех сегодня хорошо прошел день рабочая неделя подходит к завершению салутарь и теленеш там добрый вечер замечательный город замечательный район очень вас уважаю я вам когда-то рассказывал что мои предки оттуда материнский район для меня многое значит регион владимир добрый вечер дом на ион давно аурилия давно людмила давно валентина всем добрый вечер ну что коллеги я как по традиции хочу вам сказать большое спасибо еще раз за то что вы сегодня присоединяйтесь и вечернее время уделитесь чуть тому что послушайте то чем я сегодня хочу рассказать на мой взгляд достаточно важная тема которая к сожалению опять просто уничтожается уничтожается людьми которые хотят не то что внести смуту но скажем так дать людям неправду и неправдивую информацию которая есть по целому ряду вопросов ну что подождем еще наших уважаемых зрителей хотел сказать телезрителей но нет это правильно Алина Шаркова-Боносяра наверное Гладианы передают большой привет и я Гладианам передаю большой привет замечательный район Ирина вы всегда нас принимали на высшем уровне спасибо вам большое у вас замечательные теплые люди которые всегда хочется возвращаться Николай Баженко Молтсумим Молт Федор Хохлов из Гагаузии с нами Елена Дорогие друзья ну что давайте начинаем наверное чтобы не задерживать тех кто уже зашел тема сегодняшнего нашего лайва будет возвращение темы к миллиарду смотрите что произошло позавчера произошел произошел цинизм высшей степени директорам предприятий которые в 2016 году и ранее я признал что это мои предприятия вынесли приговор теперь я очень прошу всех коллеги сосредоточиться и внимательно послушать что я буду сейчас говорить это очень очень и очень принципиально важно у предприятий были кредиты 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 были возвращены на момент нашего ухода из банка все кредиты были вернуты этими компаниями на третий день после прихода специальная администрация специальная администрация на абсолютно незаконных основаниях по письму и указанию национального банка восстанавливает эти кредиты на баланс банк то есть национальный банк нет кредиты не покажут несмотря на то что у нас есть свифты документы о перечислениях документы о приходе в банке якобы под предлогом что это сомнительное происхождение денег теперь давайте одумаемся для чего эти мудаки я прошу прощения это сделали они сказали что якобы кредиты не погашены для того чтобы на эту сумму увеличить ворованные ими деньги из резерва национального банка потому что напоминаю вам что сумму из резерва национального банка определял центральный банк Молдова и правительство также выделение этих денег шло из и при управлении национального банка и правительство то есть мы как акционеры и бывший менеджмент в этом не участвуют что эти нехорошие люди сделали для того чтобы увеличить сумму которую они должны украсть из национального банка я рассказывал вам что они приняли постановление правительства которым они вообще сделали возможно вытащить деньги из национального банка Я рассказывал вам, что они определили сумму, которую они вытаскивают из резерва Национального банка. Но им надо было увеличить, потому что объем кража из резерва Национального банка должен был быть гораздо больше. Потому что им нужно было это сделать. Соответственно, они сказали, нет, вот эти, эти, эти кредиты не погашены. Несмотря на то, что деньги пришли в банк. Вот представьте себе, давайте по-простому. Вы берете квартиру в ипотеку, вы ее выплачиваете, 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 выплачиваете. Вы ее выплатили. Потом банк закрыли, и вам приходят и говорят, а вы как-то не выплатили кредит. Как? Я же платил. Вот деньги, вот документы, вот свифтовки, вот платежки. Не-не-не, вы не уплатили. А почему? Нам кажется, что деньги сомнительны. Подождите, что значит деньги сомнительны? Деньги пришли, пришли. Деньги в банке, в банке. Что значит сомнительны? Ну цирк, ребят, ну просто уже цирк, маразм и издевательство. К сожалению, чиновники, которые ворвали это государство и украли из центрального банка миллиард, сегодня пытаются просто довести ситуацию до маразма, до абсурда. Теперь рассказываю дальше. Суд, который идет надо мной, чтобы все понимали, почему смешно, идет на основании этих компаний. То есть кредиты, которые были закрыты, в том числе, они говорят, что они не закрыты. Вот бумаги. Подождите, я извиняюсь. Я завтра опубликую утром бумаги, которые доказывают, что кредиты были погашены. Теперь я вам продемонстрирую очень важный момент, что я лично в заседании своего суда, мы опубликуем сразу после эфира эти документы, в заседании своего суда, запросил у Кагульского суда экспертизу о том, что кредиты погашены. А теперь слушайте дальнейший маразм. Экспертиза говорит, а предоставьте документы прокуратуре. Прокуратура не дала, они говорят, а что нам смотреть? Есть документы о том, что кредит погашен. Вернули в суд. Суд говорит, мы не знаем, что делать дальше. Финансовой экспертизы даже не произвелось. Дорогие друзья, то есть дешевый цирк, который реализован чиновниками нашего государства с целью скрыть собственное воровство. И повесить его на меня. Еще раз, людей, которые вчера дали реальные сроки, где кредиты абсолютно закрыты, судили просто, ну вот еще раз, я вам дал пример. Вы взяли кредит, вы его погасили, вам за это дали срок. Вы как на это будете смотреть? Но это вы просто уже оборзели. Оборзели чиновники. Оборзели все. Все до единого. Те, кто позволил. Ребят, вам это так просто с рук не сойдет. Сегодня и завтра это разные дни. И вы помните, что завтра наступает. И вы уже это видели все. И вы видели, как все перебывается в воздухе. Вы не думаете, что вам это сойдет с рук. Дорогие друзья, я хочу обратить ваше внимание на то, какими методами сегодня пытаются в очередной раз очернить меня. Вот завтра, после того, как я опубликую документ о том, что кредит погашен, завтра, после того, как я опубликую документ о том, что у меня в деле не произведена финансовая экспертиза, о том, что нет финансовой экспертизы, о том, что кредиты не закрыты, я хочу, чтобы вы ответили на вопрос. Мы можем говорить о слове «юстиция, справедливость» вообще в Республике Молдова? Или мы должны говорить только то, что сегодня фактически чиновники пытаются просто скрыть, скрыть, повторюсь, то, что они украли, и повесить это все на меня. Дорогие друзья, я хочу обратиться к вам еще раз. Да, я этот беспредел так не оставлю. Я этот беспредел жестко пресеку и накажу. И кому-то придется ударить больно по рукам. Я хочу напомнить еще одну очень странную вещь, как и для меня, так и для вас. Прошло почти месяц с момента, когда я заявил о том, что акционеры готовы выкупить кредиты и самим взыскивать их. Что? Вы думаете, я получил хоть один ответ с предложением о встрече или срочном запуске денег в бюджет? Нет. Я получил три отписки. Отписки о том, что да, но мы не знаем, не можем, не хотим. Ребята, вы что, с ума сошли? Ну вы чего, с ума сошли? Вы что, народ за идиотов держите? Вы кричите, что кто-то украл миллиард. Правильно? Правильно. Сколько? Семь лет. За семь лет вы вернули в казну ноль, потому что вы ворюги, чиновники. Стыбрили все с бюджета и пытались-то возложить на меня. Поэтому ничего не вернули. Если бы я хоть копейку взял, то я думаю, что вы сегодня спокойно нашли бы и как-то бы это возвращали. Но так как вы за семь лет ничего сутью не доказали, потому что вы не можете доказать, что этого не было. Вы пытаетесь до сих пор это все валить на меня. Дорогие друзья, повторюсь, за месяц ни одна, ни один, прошу прощения, институт власти не удосужился встретиться с представителями акционеров для того, чтобы как можно быстрее вернуть деньги в казну. Чего? Деньги вам не нужны в казне? У вас все хорошо? Или вы уже довели пенсии до 5000 лет? Или вы уже построили все дороги в стране? Или вы подняли зарплаты бюджетникам? Что у вас? Вам деньги не нужны? Вы что, больные на голову? Коллеги, я думаю, что то, что происходит сегодня, просто всем доказывает очень четко и очень понятно и очень доказуемо, что ворюги, чиновники А. Дали возможность организовать кражу через постановление правительства Б. Организовали выдачу денег через национальный банк С. Сказали, что якобы кредиты не закрыты для того, чтобы выдать как можно больше денег в бюджет из национального банка украсть Д. При попытке акционеров сказать, хорошо, мы забираем все назад И банки, мы выплачиваем вам сумму, которую вы заплатите Мы сами со всем разберемся, мы вытащим со всех денег Они не хотят, потому что они боятся, они прекрасно понимают, что завтра зайдет первый лейк Мы возьмем все документы по этим кредитам И все это выставим наружу И мы выставим наружу, как вы, куда пилили этот миллиард После, через 4 дня того, как мы ушли Пытаясь эти 7 лет обвинить нас Друзья, беспредел продолжается, но я вам даю свое слово Вот, запомните, я вам даю сегодня свое мужское слово Я не вру, я доказал это на многих примерах в нашей стране Что я тот человек, который заставил вернуть все до копейки Украденное из резерва Национального банка Для того, чтобы народ Молдовы мог сегодня пользоваться этими деньгами Я сделаю так, что акционеры закроют эти деньги, а потом взыщутся этих негодяев И мы все до копейки вернем Они вернут Мы их заставим Дорогие друзья Сегодня в очередной раз произошел правовой беспредел Поэтому я вынужден это констатировать Я очень хотел, чтобы вы знали правду Я специально сегодня вышел в прямой эфир для того, чтобы вам об этом рассказать И очень надеюсь, что ту ложь, которую сегодня проливают эти негодяи Мы не просто вскроем, а мы их перевернем с ног на голову И заставим их все это вернуть Спасибо вам большое Дорогие друзья, ну по традиции с удовольствием отвечу вам на некоторые вопросы Так что пишите, задавайте Спасибо Дома Георгия, вот вижу, пишут сообщения Ну что, давайте вопросы, коллеги, я с удовольствием вам на них отвечу Если вы, Виталий Березанцев, добрый вечер Дорогие друзья, вот вопрос, который мне задали в отношении текущей предвыборной кампании К сожалению, я вынужден констатировать, что в Молдове происходит очередной идиотизм Потому что люди не борются своими идеями, как развить страну Люди не борются своими идеями, как сделать людей богатыми в Молдове Люди не борются за то, как создать рабочие места Люди борются больше, кого облить грязью К сожалению, это продолжается Но я очень надеюсь, что народ это все видит И будет голосовать за тех, кто предлагает реальные решения И кто держит свое слово перед народом Оксана, задавал вопрос Да, я думаю, что мы добьемся полной и окончательной справедливости И выведем все на чистую воду Дорогие друзья, если вы посмотрите мои лайвы Или как минимум возьмете те документы, которые я публиковал Я думаю, вам в принципе больше правды не нужно Ее больше нет удобрения Правда есть Правда, что чиновники организовали возможность украсть деньги из бюджета Постановлением правительства Я точно не был премьер-министром никогда, пока, вы это знаете Что чиновники Национального банка выделили эти деньги Я точно не был губернатором Национального банка, и вы это знаете Что чиновники отменили закрытые кредиты для того, чтобы украсть больше денег Я точно в этом не участвовал Потому что я не был сотрудником Национального банка И я не был в той комиссии, кто пилил этот миллиард. Идем дальше. Давайте дальше. Следующие вопросы. Дорогие друзья, вопрос пришел в отношение того, какие у нас планы после прихода к власти. Я хочу сказать один очень важный момент. Я человек из бизнеса, вы это знаете. Вообще для меня политик это такое гнусное противное слово. Вот честно, его не люблю. Власть это для меня слово такое оскорбительное, скажем так. Я вам когда-то говорил, что мое понимание людей в правительстве или в парламенте, это люди, которые должны, это обслуживающий персонал народа. Только так, если мы это поймем, мы сможем нормально жить. Пока мы это не поймем, мы жить нормально не будем, дорогие друзья. Вот не будем. Пока мы будем считать, что премьер-министр выше Бабы Лиды, страна не станет нормальной. Потому что Баба Лида голосует сначала за парламент, а этот парламент голосует за правительство. И наоборот. И этот премьер-министр обязан обслуживать Бабу Лиду так, чтобы Бабу Лиду утром было на что кушать, где жить, куда выйти на улицу, чтобы свет был, чтобы сварь лежал. Это задача этого премьер-министра. Это не задача Бабы Лиды. Баба Лида не должна утром вставать и готовить ему яичницу. Потому что она его избрала. И он ей должен. Не наоборот. Сегодня в Молдове понятие такое. Если я царек, сижу в кресле чиновника, значит, мне должны все. Ребят, вы ошибаетесь. Вас выбирают для того, чтобы вы обслуживали народ. Все. Точка. Не наоборот. И этого никогда не будет. Так вот, после прихода к власти, я как бизнесмен могу вам сказать следующее. Что первое, что я сделаю, я сделаю, чтобы в казне в течение трех месяцев были деньги. Были достаточное количество денег. Не кредитов, не займов. А заработанных денег для того, чтобы мы могли поднять пенсии. Для того, чтобы мы могли начать строить дороги. Для того, чтобы мы могли начать строить госзаводы, фабрики и предприятия. Для того, чтобы мы могли сделать людей как минимум не богатыми сразу, но людей, чтобы у них была нормальная, качественная жизнь дома. Вопросы к этим партийам, где интернет парламент. Ну, штилл. Это народ должен решить. Если народ, как народ решит, так это и будет. Когда я открою ящик Пандоры. Дорогие друзья, прочтите мои лайвы, документы, там ящик Пандоры уже открыт. Проблема, что никто не хочет этим заниматься. Проблема, что после того, что я сказал, опубликовал, уже должны были быть какие-то конкретные действия. Ну, вы же понимаете, да? То есть, всем понятно. Организаторы кражи миллиардов. Всем понятно, кто дал этому случиться. Все понятно, ребят. Все, 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 как божий день ясно. Почтите документы, там черным, по белому. Все очень просто написано. И посмотрите мои лайвы. Больше ничего не надо. Поэтому, к сожалению, мы будем надеяться, что правоохранительные органы не будут обслуживать политический класс, а будут действовать в интересах людей. Поэтому, как только они начнут действовать в интересах людей, мы увидим с вами конкретный результат. На этом все. Дорогие друзья, я не хочу отвлекать ваше время. Я хочу пожелать вам завтра хорошего, рабочего, плодотворного дня. Чтобы у вас обязательно все получилось. Чтобы все ваши мечты обязательно сбылись на завтрашний день. Чтобы все было круто. Друзья, я вас всех крепко обнимаю. Желаю вам приятного вечера. Ура!